Приветствую вас, Евгений. Я, честно говоря, слабо представляю себе, как психолог может, да и вообще любой человек, а не только психолог, дистанционно определить, мертвые ли чувства или нет. Я не знаю, как, если честно, это возможно, поэтому тут для меня немного странно, как вы это преподносите, что я подпишу заявление, если вы скажете, что чувствую мертвы. Итак, я бы хотел побороться за брак, как вы за него именно хотите-хотите побороться. Вот, для меня здесь тоже вопрос, потому что, ну, не очень понятно, с кем и как вы хотите бороться. Это первое. Второе. Второе. На что я хочу обратить ваше внимание. Как мне показалось, проблема такая достаточно, ну, я бы сказал, знаете, застарела, что называется, в том смысле, что проблема с его мамой и проблема с такой некоторой несамостоятельностью, что ли, человека, она, очевидно, не назад для вас, она, очевидно, появилась не впервые, она, очевидно, была и раньше, просто как-то вы это, ну, вероятно, вероятнее всего вы это терпели и действовали, ну, как-то вот по накопительной, что называется, да. Вот, пока в один прекрасный момент не выдержали и не взорвались и не ушли, но в целом, когда вы говорите, что пришлось разойтись за его мамой, например, для меня это выглядит несколько странно, потому что, ну, что значит пришлось. Вы выбрали, вероятно, такую позицию. Вы выбрали, вероятно, разойтись. Это история не про пришлось больше, это история больше про выбор, когда вы говорите, что пришлось, это больше про вынужденность, а вынужденность это уже больше про перекладывание ответственности, потому что нас заставили и вообще-то я такого не выбирал или не выбирала. И это, мне кажется, такая небольшая хитрость, потому что здесь как бы происходит игнорирование вашего собственного действия, вашей собственной активности, что называется. Мне кажется, подобная позиция ни к чему хорошему вас не приведет, кроме такой вот потальной, если можно так выразиться, неудовлетворенности, которая, собственно, сейчас и происходит. А также не соответствует реальности с тем, чего вы хотите, что тоже довольно, к сожалению, частое удивление при такой модели поведения. Вы пишете, брак 14 лет, за все годы не было никаких измен, подозрений других женщин и семей. В начале года вы разошлись против нашей неволи и за властной матерой. Не совсем здоровая история, словно отспорить с ней бесполезно. Вы разошлись из-за матерей. Но в чем суть конфликта вы не раскрываете. То есть, условно говоря, вы говорите, что, как бы, там, мать болеет, спорить с ней бесполезно, она властная. Муж, значит, ну, я так понял, от нее зависит, вот, ну, хорошо, хорошо. Так и для чего царство было? И он начал приходить, он начал, значит, ну, как-то вот пытаться мириться, вот. А решили-то чего? И опять же, что значит, разошлись, кто был инициатором, он, вы, кому что не нравилось в этой ситуации? Знаете, вот. Что изменилось за четырнадцать лет? Ну, то есть, в смысле, что вы четырнадцать лет жили с матерью, все было, я так понимаю, ну, я так понимаю, ну, более-менее нормально, вот. А что случилось, как бы, по-понам, что произошло? Ну, вот. Ну, что случилось-то? Как так вот, вышло, да, что вы, значит, после 14 лет, так и разошлись с человеком. Вот, ну, я полагаю, вряд ли здесь есть случайность какая-то, я полагаю, что здесь есть что-то, о чём мы не знаем, вот, как мне кажется. Поэтому здесь мне, мне думается так, что нужно немножко больше, ну, немного больше информации об этой ситуации. Вот. Дальше, что интересно, вы пишите, где он приходил, не может быть меня, жаловаться своим брюзьям, вот, что бы меня не может, значит, она впивается, прикладывается к бутылке, прочее, 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 прочее. Ну, в целом, опять же, вам бы здесь как-то себя спросить, а вас, вот, мужчина такой, такой устраивает или нет? Вот. Вот. То есть, ну, вот. Такой мужчина, который, собственно, ведёт себя подобным образом. Вот. То есть, как это вот вашей, ну, вашей модели соответствует, ну, вот, как вы себя видите, как женщина. Ну, вот. Да этот год мы заметили сблизились, я отбросил обиду, так как люблю его. А решили-то, что? Понимаете, вот, дальше вы пишите что? Вот, что вы пишите дальше? Ну, значит, всё было хорошо, он вам помогал. Ещё. Эм. Шоу. С вами на контакт. Вот, и... Вообще, я был молодец. Вот. Но. Папа напился, не пришёл на день рождения сына, и вы включили гордость. При этом, здесь важный нюанс. Вы обесцениваете свою реакцию, и, вместе с тем, отталкиваете слабого, судя по всему, достаточно чувствительного ранимого человека. И мне кажется, исходя из этого, что уже довольно давно, довольно давно, вы, что называется, друг с другом, не искренне, до конца. То есть, вот, мне кажется, что вы, как-то, вы знаете, с друг другом не говорите по душам, что вот, ну, что называется. Вот. Я, конечно, не знаю всех, всех тонкостей, да, я не знаю всех, всех нюансов, но, мне кажется, что уже давно вы, э, друг с другом ведёте себя не искренне. Может быть, может быть, может быть, это страх обидеть, может быть, это, вот, ваше, ваше, желание, э, такое вот, желание, э, не потеряться в 14 лет, вот, которых, вот, а, ну, а, ну, дальше, э, дальше, э, значит, вы, э, ну, как бы, как бы, проявляете обиду. Э, при этом, вы себя обесцениваете. Вот. То есть, вы не говорите мужу, не объясняете мужу, что вас задело. э, э, ну, э, вы не объясняете мужу, что вас задело. э, э, в, в этой, э, ситуации, с ребенком, то есть, что вас обидело, и почему вы решили, что, вы, э, для него, никто. Вот. И тут же, вы проявите у мужа обращение, принижая себя, и, э, давая, э, э, ему в руки, э, значит, э, рычаг воздействия на вас. Вот. Такая вот история. И тут у вас, вот, такое впечатление, что, вы нечетесь со стороны в сторону. Вот. э, как бы, как бы, как бы, ну, тут как будто бы вы боитесь, понимаете, то есть, э, э, значит, как будто бы вы боитесь, и, поэтому, вы боитесь, поэтому, у вас нет, э, четкой позиции. Вот. как будто бы вы не очень хорошо, как будто бы вы себя не очень хорошо, э, слышите. Вот. И как будто бы не очень хорошо понимаете, что происходит. это. Вот. Э, поэтому, я не очень понял, это значит, для вас, мужчина. Вот. У меня такое ощущение, что он вам нужен, как, э, некоторые, ну, как, э, 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 как некоторый, э, атрибут. Такое у меня ощущение возникло. Да? Да? Потому что с ним вы себя не чувствуете, по ощущениям свободны. Вот. И, я думаю, это важно. Вот. А, я думаю, это очень важный, такой, нюанс. э, дальше. 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 Вот, для вас, э, судя по, описанию, очень важно держать марку. Почему? То есть, поймите, в этом, нет ничего, плохого. в том, чтобы, держать, э, марку. Вот. Важнее, это другое. И, искренне вы в этом, или нет? Понимаете? То есть, то, что сейчас происходит с вашим мужем, то он вас любит безумно, то он, э, в обиду уходит. Это отражение вашего поведения, а именно, того, что вы себя не слышите, и, э, пропускаете многие военные моменты. Ну, например, история о том, что вы для него никто, из-за того, что он, не пришел к сыну на день рождения, а не к вам. Это история про, э, проблема ощущения вашей собственной значимости, значимости. То есть, ну, вы себя не чувствуете значимой. И, может быть, из-за того, что вы себя не чувствуете. Значит, и случился этот взрыв, но об этом вы ему не говорите. Сами вы этой проблемы, может быть, не видите. И, вообще говоря, пытаетесь быть все сильны. Надеюсь, что, там, не знаю, вас, заметят, а, вас, там, как-то, ну, не знаю, одобрит, как-то, поймут, и так далее. Вот. Хотя, этого не происходит, по большому счету. Вот. И не произойдет, потому что, повторюсь, вы себя объясниваете достаточно сильно. вот. Такая история. Дальше. Значит, так, я решил дать марку зачем. так, значит, спросил о причине, как бы, для чего, да, то есть, почему, вот, понимаю, перебнула, палку с гордыней, было обидно просто, а что вы делаете с обидой? Евгения, как вы обращаетесь с обидой? Понимаете, момент-то в том, что обида не исчезнет, когда эта ситуация закончится, момент в том, что, если вы привыкли с обидой обращаться, вот, так, как вы обращаетесь, то, вы будете с ней обращаться так и дальше. Вот. И, ну, если вы склонны вести себя таким образом, как вы себя ведете, я имею ввиду, через гордыню, через гордыню, повторюсь, в этом нет ничего плохого. Важнее, чтобы вы, просто, хотя бы, хотя бы не извиняли за это, а хотя бы, чтобы, ну, это была естественной моделью вашего поведения, а не тем, что происходит сейчас. Вот. и, собственно, собственно, здесь не бороться нужно, здесь нужно с вашими чувствами работать, чтобы вы учились с ними обращаться. Вот. Значит, ну, типа, если вы, если вы, не умеете обращаться, со своими чувствами, да? Вот. То есть, ну, у вас, условно говоря, нет навыков обращения со своими чувствами, вот, то, jeg бы, сказал, что ситуация достаточно проблематична, то, что вы решили, там, образно говоря, бороться за брак, да, это ничего не меняет и не изменит ничего, потому что, ну, вы же останетесь с собой, вот, сейчас вы что хотите сделать? Понятно, обиду у мужа или любовь, ну, можно с уверенностью сказать, что это, как бы, такая жертвенная любовь, вот, то есть это, вот, любовь, такая вот она, надрывная, то есть, когда человек на вас сидел, вы этого принимали изяток, понял, как, как, должно, а для мужчины это было не как должно, для него это было достаточно, ну, достаточно важно, достаточно тяжело, вот, он нормально об этом не сказал, что ему трудно, то это вопрос о поверии, вот, и сейчас, ну, всё, что ему было трудно, оно даёт о себе знать, как бы, вот, и любовь от него, в том числе, это, ну, может быть, связано и с тем, что человеку кажется, что от него, от него вытирают ноги и используют его, вот, потому что самолюбие, оно очень ранимое у вашего мужа, вот, так что, идеальным вариантом, мне видится, идеальным вариантом, мне видится, налаживание сейчас контакта с вашим мужем, вот, такого контакта, чтобы именно доверие появилось, чтобы именно доверие было между вам, вот, и дальше уже смотреть, Windows 11. Если с вами хотите посмотреть, можете ли вы на этом доверие выстроить новые отношения или нет? Дальше. Самая, конечно, люблю его, но 14 лет на помойку не выкинусь просто так. Но это, к сожалению, как и сказал мой коллега, страх остатный. Довольно спорная мотивация для налаживания отношений. Но решать, конечно, вам, безусловно, решать этот вопрос вам и только вам. На этом всё, надеюсь, что помог вам, давайте ответим сейчас на вопрос, получается, не любил или ещё забыл за два дня? Нет, это вы не уверены в себе. Обиды страшные штуки, ему легче быть одному теперь. Вы пытаетесь почему-то его понять больше в гене, но не сюда. Вы, естественно, вы, вот в какой-то степени, мне кажется, повторяете поведение его матери. То есть вы довольно влажный человек, авторитарный. Вот, вы кажетесь сильным, но при этом, при этом, вы достаточно чувствительны. А чувствительность свою не замешает, и идём по сети. Ну, как бы, не позволяете, в общем, ей, как бы так сказать, не позволяете направлять вас, направлять ваши движения. И мне кажется, это, блин, это проблема. Вот, и с этим я бы тоже, прям вот, выработал. На этом всё, я желаю вам удачи, всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это может послужить началом вашей работы над собой. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...